добрый вечер уважаемые коллеги рады всех приветствовать на площадке нашего постоянно действующего дискуссионного клуба чаепитие у классиков как раз тут мы с коллегами тут говорили что уже пятый год мы собираемся конечно по-прежнему непривычно в таком вот онлайн формате надо обязательно в следующий раз договориться чтобы все выходили с чашкой чая дабы подчеркнуть неформальность происходящего у некоторых я вижу чай уже приготовлен это замечательно если по мере дать сообщения будут возникать какие-то вопросы пожалуйста пишите их в чат а потом у нас будет открытой дискуссии там уже можно и в чате писать и соответственно включать микрофон задавать вопросы обычно у нас регламент такой примерно 45 минут на сообщение и потом мы обсуждаем общее время у нас примерно час двадцать час тридцать теперь несколько слов наверное нужно сказать о содержании я обычно всегда говорю что вот наш клуб идея создания этого клуба родилась в результате общения с нашими студентами и магистрантами которые говорили что вот не хватает какого-то такого менее формального общения с преподавателями и друг с другом чтобы можно было поговорить на научные темы но не в рамках каких-то вот семинаров или лекций и мы подумали что вот за чашкой чая можно как раз об этом обо всем поговорить и вот пять лет мы уже разговариваем видимо достаточно успешно потому что я смотрю что люди продолжают приходить много даже тех кто вот у нас вообще практически не пропускал наших встреч так что это очень приятно и вот в этом году мы придумали сделать такой цикл система понятий культурно-исторической психологии опять-таки тоже вот эта идея появилась из разговора со студентом который мне как-то сказал а вот скажите какое понятие из выгодского лучше использовать в моей работе и вот завязался такой интересный разговор что вот отдельно никакое понятие использовать нельзя потому что это цельная теория который опирается на цельную систему понятий и студент очень удивился и сказал она про это никогда не говорили и мы вот поэтому решили давайте поговорим в течение этого года как раз вот об этой теме в прошлый раз мы начали разговор с понятия драмы немножко поговорили вот о таком театральном бэкграунде льва семёновича и вот сегодня катерина николаевна поливанова расскажет нам о понятии кризиса я с радостью передаю слово катерина николаевна поливанова научный руководитель центра исследований современного детства института образования высшей школы экономики профессор доцент кафедры возрастной психологии факультета образования нашего университета пожалуйста катерин колон вам слово здравствуйте уважаемые коллеги я не видела название которое дала ульга витальна моего выступления и она конечно гораздо более академическое и пафосное вот значит моё название вот видите кризис и ложь да в ней намек то есть того чтобы объяснить ну как я буду говорить о чем я буду говорить я должна несколько слов сказать про свой бэкграунд потому что это важно в данном случае а ну я как бы выросла профессионально вот психологическом институте мне бог привел лично знать и даниил борис черекунина и и василия сычи давыдова поэтому у меня такое значит основательное прошлое профессиональное и вот в девяносто девятом году то есть уже 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 пошел значит третий десяток тому а я защитила докторскую по кризисам психического развития и на тот момент была очень сильно вдохновлена всем что мне удалось как бы собрать и и очень это все нравилось мне казалось что это как-то вот очень важно очень интересно и тогда это вообще тема была не модная всяких защитках вы понимаете как самый конец девяносто вот но с тех пор в моей личной профессиональной биографии произошло много изменений и я в основном сейчас занимаюсь занималась очень много проблемами образования проблемами там всяких международных сравнительных исследований то есть много всего было разного и последние пять лет вот значит я организовал центр исследования современного детства и вот значит там собственно говоря и подвязаюсь но когда я оказалась среди нет психологов и когда я стала смотреть на найти как бы вроде бы базовые абсолютно для меня родные что называется конструкты с точки зрения современного в частности детства с точки зрения образования с точки зрения вот той самой повседневности да это любимая тема социологов с точки зрения повседневности детства и повседневности образования да то для меня какие-то многие вопросы встали совершенно по другим углам зрения. Поэтому я, у меня трудное отношение к вот этим вот базовым вещам, в которых я выросла. Трудное в том смысле, что мне трудно, так же, как студентам сегодня, наверное, легко, а мне трудно, повторять какие-то максимы из классических работ, повторять их не ставя под сомнение, если хотите. Воздерживаясь от какой-то содержательной критики. Поэтому, как вы поймете, я сегодня буду говорить о кризисах, ну вот так, как я их видел 20 лет назад, но все-таки с сегодняшнего дня и с некоторой перчинкой, я бы сказала. Я надеюсь, что мои великие учителя, если бы сейчас это слышали, они бы, ну, не то чтобы обрадовались этому моему ренегатству, но, во всяком случае, я надеюсь, отнеслись бы к нему все-таки с пониманием и с интересом, может быть. Ну, это я, может быть, тебе льщу, но тем не менее. Вот. Поэтому, вот, собственно говоря, это кризис для меня такой оселок научный, теоретический оселок, через который можно увидеть некоторые важные вещи, как мне представляется. вот. Ну, значит, собственно говоря, это то, что я хотела сказать в начале, а теперь давайте посмотрим, собственно говоря, откуда что взялось, что происходило в 26-27 году. Значит, все были озабочены созданием артистской психологии, поэтому очень пытались, Корнилов в частности, развивать так называемую рефлексологию. В Ленинграде происходил рефлексологический конгресс. На этом рефлексологическом конгрессе встретился Леонтьев с Выгодским, они познакомились, и Леонтьев пригласил Выгодского в Москву. Не Леонтьев, Лурия! 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 И Лурия! И Лурия! Вот. И Выгодский приехал в Москву. И почему рефлексология? Потому что марксистскую психологию надо было сделать. Была идея, что от рефлексов можно будет дойти до сознания и таким образом построить абсолютно на такую материалистическую психологию. Вот. Но, слава Богу, это пошло по другому пути. И, ну, не трогая Павлова это все. И вот в это время начинают развиваться, начинают развиваться эти попытки создания марксистской психологии, в которой идея развития, идея стадиальности, скачка, революции, все эти базовые основания были ценностным выбором. Вот я сказала ужасную вещь. Это был ценностный выбор. Они это выбрали, потому что они как бы шли по линии Гегель-Маркс и марксистская психология. Что значит Гегель у Маркса? Развитие это значит понять явление можно только в его развитии. Статические, статическое состояние какого-то явления, так сказать, это не способ его понимания. Понимание это значит описание процесса откуда и куда. Поэтому развитие было принципом. Оно было заложено в понимание исходное изначально. И отсюда априори перевожу слова априори. Это значит до опыта. Есть еще слово постприори, это после опыта. В данном случае априори, то есть до какой бы то ни было империки, до какого бы то ни было описания. Было введено понятие лестницы возрастов сменяющих друг друга и было введено понятие элитических и критических периодов. Критический период это такой, в который происходит качественное преобразование на основании и микроизменений, которые происходили на протяжении элитического периода. Вот эти вещи были и существовали как таковые исходно, как сущность, собственно, повторяю, не знаю, где я оборвалась, понятие представления о лестнице возрастов сменяющих друг друга о элитических критических периодах было введено до всякого опыта, не на основании какой бы то ни было эмпирики. Хотя нужно здесь оговориться, что к этому моменту очень интенсивно во всем мире развивалась педология, и некоторые тексты Выгодского так и были озаглавлены, педология чего-то там, например, педология подростка, да, и в какой мере в тот момент были дифференцированы детская психология и педология, я говорить не буду, я не знаю, просто я не готова на этот вопрос отвечать, но про педологию я вспомнила, потому что в рамках педологии было накоплено довольно много всяких разных данных, когда Выгодский позже писал про кризис трех лет, он использовал немецкие названия и, судя по всему, ссылался на некоторые немецкие работы, в которых этот кризис был описан. Более того, забегая вперед, могу сказать, что у Выгодского есть такая фраза, что если бы кризисы не были открыты эмпирически, то их следовало бы задать теоретически. То есть он указывает на некоторые исследования, на некоторые эмпирические данные касательно кризиса психического развития. Но, тем не менее, к сожалению, и на сегодняшний день таких убедительных, внятных, не требующих прямого доверия, я бы так сказала, данных о кризисах психического развития, эмпирики. На самом деле у нас нет. У нас есть несколько эмпирических работ, которые описывают, что происходит в период, в который должен быть кризис, и я сама ровно таким образом эмпирику делала, но мне кажется, что на сегодняшний день при повышении требований к доказательности такого рода исследования, конечно, недостаточны. о длинных лонгитюдах, в которых независимыми экспертами были бы выделены периоды относительной трудновоспитуемости, как писал Войгодский, такого рода данных у нас, к сожалению, нет. Поэтому все-таки первый интерес к кризисам, первые, так сказать, первые вопросы, на которые кризисы, как мне кажется, дают возможность рассуждать и что-то такое понимать, это вопросы все-таки теоретические. Таким образом, теоретически была задана идея вот этой метафоры лестницы, она была описана, соответственно, и была взята вот эта идея перехода количественных изменений в качественные, то есть идея скачка. И здесь начинается, как мне представляется, очень важный момент развлечения двух представлений о детском развитии, а именно логика Выгодского и логика Леонтьева. Значит, у Выгодского это работы, которые, ну, старшее поколение меня поймет, да, находятся в четвертом томе шеститомного собрания сочинения, которое вышло в 84-м, там, в 86-м году, а у Леонтьева была статья 44-го года, которая называлась «Теория развития психики ребенка», в которой, собственно, и была заявлена идея ведущей деятельности, были выделены вот те самые три признака ведущей деятельности и так далее. И эта статья была такая двухчастная статья, длинная, большая, да, вот, где он говорит о детском развитии, где он будет понять ведущей деятельности и где он показывает, что кризис это не есть хорошо. Значит, возвращаясь к Выгодскому к началу. А что Выгодский как он описывает фактически, у него два, как он написывает детское развитие, у него два основных конструкта. Один конструкт это социальная ситуация развития и второй конструкт это новое образование. Плюс к этому, значит, я, может быть, что-то, Ольга Витальевна, я надеюсь, Вы меня простите, потому что, может быть, нужно какие-то вещи объяснять подробнее, но я лучше потом в ответах на вопросы, потому что я, как бы, все-таки, условно говоря, вам вот и Николаю Николаевичу рассказываю и думаю, что вы его поймете, что я имею в виду. Если непонятно, я потом к этому вернусь. Значит, социальная ситуация развития отношений ребенка к окружающим, его действительно прежде всего социальные, я прямо процитировала. Совместная деятельность, вот в рамках этого отношения, совместная, слово деятельность у Выгодского нет, совместность ребенка и взрослого в зоне ближайшего развития и так далее, и так далее, и формирование нового образования. Любая психологическая функция появляется на свете дважды, первый раз в интерпсихической, затем в интерпсихической форме. В свое время студенты на вопрос, кто это сказал, отвечали Петухов, потому что Игорь Петухов, соответственно, читал эти лекции про это. Вот, значит, соответственно, появляется новое образование. Новое образование это новый взгляд, это некая моя индивидуальная новая способность, которая фактически реструктурирует мою социальную ситуацию развития. Я начинаю видеть, ощущать, относиться к тому, что для меня не существовало раньше. Новая социальная ситуация развития, конечно, может возникнуть в следствии того, что мы ребенка отдали в школу, и для него открылась новая реальность. Но гораздо интереснее говорить о том, что ребенок обнаружил в три года, что он нечто может делать сам, хотя вот это вот окружение натуральное вокруг него, да, мама, папа, дом и так далее, все это осталось по-прежнему. У него глаза раскрылись, он обнаружил для себя, что вот эта окружающая его действительность другая, другая в том смысле, что он к ней по-новому относится, он начинает требовать самостоятельности и так далее, и так далее. Таким образом, новое образование приводит к тому, что социальная ситуация развития оказывается иной, и она опять требует новой совместности со взрослым, и она опять приводит к формированию нового образования. И дальше вот это, вот я надеюсь, видно стрелочку, значит, вот это вот появление нового образования, которое трансформирует или провоцирует появление новой социальной ситуации развития, и является моментом кризиса по Выгодскому. И это не есть следствие такой или другой педагогической системы, пишет Выгодский, это следствие самой логики развития, подчеркиваю еще раз, самой логики развития. То есть не потому, что меня не пустили, у меня возник кризис, а потому, что логика развития привела меня к этому моменту. Вот эти микроизменения, которые были связаны с этой самой старой социальной ситуацией развития, привела к тому, что случился такой выброс, если хотите, ну логический выброс, это по жизни может быть по-другому, и я увидела то место, где я нахожусь, другими глазами, у меня возникло новое отношение и так далее, и так далее. Это логика Выгодского, и по Выгодскому кризис есть необходимый момент развития. Теперь Леонтьев. Да, про Выгодского еще надо делать одну оговорку, это последние годы его жизни. По словам Данила Борисовича Эльконина, он писал книжку про детскую психологию или собирался писать. То, что мы имеем в четвертом томе детская психология, это такие фрагменты на самом деле, и там, к сожалению, вот такую прямую или непротиворечивую последовательность социальных ситуаций развития, новообразований возрастных, мы там не обнаруживаем, потому что это могут быть стенограммы лекция, там если примечание посмотреть, то мы видим, что там на самом деле так вот из кусочков это было собрано, того, что реально на тот момент было, значит, кое-что даже в архивах личных и так далее, вот все это собиралось. То есть, это я к тому, что у Выгодского на самом деле есть иногда несколько противоречащие друг другу фрагменты текста, который я лично связываю все-таки, ну мы не знаем как бы как правильно, да, мы работаем с тем, что есть, да, но я просто подчеркиваю, что тут все это связано с тем, что это был такой сырой материал, который, слава Богу, дошел до читателя в 84-м году. Леонтьев, значит, это ведущая деятельность, он ввел это понятие в этой статье, и эта ведущая деятельность начинает перерастать, как бы, не укладываться, не помещаться в вот это вот загадочные сверху слова место ребенка в системе общественных отношений, место ребенка в системе общественных отношений, то есть есть ведущая деятельность, место ребенка в системе общественных отношений, и вот это место ребенка в системе общественных отношений, оно как бы начинает ограничивать эту растущую ведущую деятельность, и она, ну вот тут Не случайно, видимо, этот образ яйца, из которого вылупляется, как бы разрываются эти общественные отношения, и ребенок требует нового места в системе общественных отношений. И с этой точки зрения, с леонтьевской точки зрения, кризис – это свидетельство неблагополучного перехода, я тоже практически цитирую, и в этом смысле это то, что требует избегания, коррекции, профилактики и так далее, и так далее. И в этом смысле, по Выгодскому, кризис есть свидетельство неблагополучного перехода, не является обязательной частью развития, не является присущим развитию, ну, имманентным развитию момента. И вот это две разных позиции. Почему они у нас обычно не обсуждаются, и почему во всех учебниках как-то все это гладко написано, и совершенно этот вопрос не заостряется, я не знаю. Наверное, к писателям учебников надо обратиться. Может быть, это такая попытка все-таки представить всю эту линию культурно-исторической деятельной традиции, какой-то такой поступательно-бесконфликтной. Хотя там, на самом деле, мне представляется, что там очень сильно разные позиции, на самом деле, себя демонстрировали. Вот. Ну, соответственно, ну, вот я фактически сказала, кризис для Леонтьева – это как бы недопустимая, неприемлемая форма, и поэтому заранее необходимо менять место ребенка в общественных отношениях. Вот он, когда мы уже понимаем, что он начинает перерастать, вот те самые условия, в которых он живет, нужно его переводить в новые условия. И Леонтьев очень, как бы, аккуратно иллюстрирует это соображение примером с ребенком, который не пошел во время в школу. Это ребенок, которого, значит, вот, видимо, родители подумали-подумали и не отдали в школу, а он, так сказать, перерос фактически в свое дошкольное детство и начал себя плохо исти по отношению к этим родителям там и так далее. Вот. Я специально здесь вот справа привела какую-то найденную в интернете такую, значит, кривоватую картинку про то, что революция – это есть плохо, это неправильно, да, вот этого надо избегать. И в перспективе, когда у нас все будет целенаправлено и целесообразно, то у нас этих самых революционных скачков не будет, да, это буквально марксовая идея. В этом смысле, мне кажется, что Леонтьев, ну, как бы, очень-очень точно воспроизвел вот эту вот схему исторического развития по Марксу, применив ее к онтогенезу. Здесь, значит, было еще, как минимум, два больших направления. Это работы Лидии Ленишиной-Бажович, которая позицию школьника в кризисе семи лет рассматривала и говорила, что вот буквально по какой-то причине ребенок не начал обучение в школе, возникает негативизм в поведении и трудновоспитуемость. Вот. И второе, это работа Данила Борисовича Ильконина и Татьяны Васильевны Драгуновы, но вот чувство взрослости и, значит, осознание себя взрослым, стремление быть принятым окружающими в качестве взрослого, желание взять на себя решение многих жизненно важных вопросов. И в обоих этих подходах ригидность педагогической системы, неучет чувства взрослости или, значит, позиции школьника приводит ко многим конфликтам, провоцирует так называемую трудновоспитуемость. Вот это почти буквальное повторение, ну, развитие на конкретном материале того, что писал Леонтьев. Надо сказать, что вот уже когда читаешь Леонтьева такими взрослыми глазами, то хочется задать вопрос насчет таких, например, кризисов, как, например, кризис трех лет. Вот, ну, если кризис одного года, там, то ли он есть, то ли нет, можно его заметить, можно не заметить, на мой взгляд, он есть, но это как бы ладно. Вот, он описан, во всяком случае, в литературе, да, но кризис трех лет – это вроде как-то вещь, что-то такая довольно убедительная себя демонстрирующая. Вот, какая там смена места ребенка в системе общественных отношений? Ну, не можем же мы от давания ребенка в детский сад считать, что у него место в системе общественных отношений поменялось? Я, во всяком случае, не готова считать детский сад другим местом в системе общественных отношений, хотя позиция воспитателя такая немножко непонятная. То ли это няня, то ли это суррогат мамы, то ли кто, в общем, это не исследовано, это не сформулировано. А вот про семь лет, да, там были работы, когда говорится о том, что социальные взрослые и так далее. Опять же, сегодня это все размывается очень сильно. И сегодня мы имеем, на самом деле, опыт обучения детей с шести лет, у которых тоже были симптомы кризиса семи лет. Поэтому вот тема рано-поздно, она, в общем, вызывает некоторые сомнения. Ну, вы понимаете из того, что я говорю, да, что, в общем-то, я все-таки считаю, что в данном случае вот это вот буквально леонтьевско-марксовое буквальное объяснение переходов, оно, в общем, слишком, ну, на мой взгляд, упрощенное. Вот, значит, ну, соответственно, вот что, как можно, ну, во-первых, какие были описания вот этих самых кризисов. В один год по Бажоровичу появляется мотивирующее представление. То есть это такое удерживание каких-то образов и, ну, желаний, возникших, ну, вот продление этих образов и желаний. То есть ребенок утром просыпается и помнит, что ему вчера его не пустили куда-то, ему чего-то не разрешили, ему два пальца в розетку запихнуть не дали. И он сегодня утром, значит, вот с этой мыслью о розетке, он, собственно говоря, и начинает день, да, учитывая, что у него большие возможности в смысле передвижений там и так далее, то, значит, вот здесь начинается эта история про то, чтобы справиться с этими запретами. И вот, в три года мне нравится это выражение «личное действие» у Ильконина, да, потому что, три года, кризис трех лет, потому что вот личное действие – это действие только мое, вроде бы. Ну, во всяком случае, не знаю, я так читала, вот я так прочитала Ильконина, я тут свою даю трактовку. То есть, пока до этого была предметом унипулятивной деятельности, если вы помните, да, значит, вот он учился, учился все там кубики складывать, ложкой есть, все вот это вот, что описано, да, все эти орудийные действия, он их освоил, все замечательно. Но до тех пор, пока он не нарушает правила, пока он ложку, значит, все-таки в рот сует, а не там коту, предположим, да, все вроде происходит правильно, но это все действие как бы не его, это все действие, которое он взял у других, он научился у кого-то. И тут надо, наконец, что-то начать, то есть, вот это я все, 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 а где я? И вот это я, наконец, появляется в виде того, что я сам, и я буду там зашнуровывать шнурки. Тут мне одна мама, уже сильно пожилая, рассказывала, как ее дочка сама зашнуровывала шнурки, при том, что у мамы был режимный завод, на который надо было точно вовремя прийти, а дочка, значит, бесконечно долго эти шнурки зашнуровывала, и потом все говорили, какая она молодец, она умеет шнуровать шнурки, а мама так кряхтела и представляла, какая она вот стоит над ней утром, чтобы вовремя, значит, успеть ее до детского сада довезти и побежать на свой режимный завод. Вот, значит, произвольность в 7 лет. Да, я еще по поводу одного года должна сказать, что у Выгодского есть работа про один год, и там про автономную речь, и там про то, что родители его перестали понимать, когда он стал в год разговаривать. Ну, я понимаю, что я сейчас в гостях у Выгодского нахожусь, и неприлично так говорить, но тем не менее я плохо себе представляю ситуацию, когда до года родители понимали этого еще не говорящего ребенка, а когда он пять слов начал говорить, при том, что они видели, когда эти слова появились, да, ну вот как тут просто людям, у которых дети уже перешли через один год, я думаю, что они со мной согласятся, что немножко странно, что родители вдруг так вот отупели просто в день рождения ребенка, значит, и перестали понимать совершенно очевидные «няй», «дай», «нет» и так далее. Да, вот тут вот, и ребенок прям бьется об пол вообще, гипоголические реакции демонстрируют и так далее. Ну, читайте эту статью, оценивайте ее сами, ну, я все-таки думаю, что Выгодский был живой человек, честно говоря. Вот ему так как-то вот зашло в какой-то момент эта мысль, и он ее где-то такое представил, видимо, на какой-то лекции, ну, и вот, а мы потом все это совершенно не критически повторяем. Вот в семь лет там это самое обобщение переживаний возникает, да, и это момент, когда ребенок, так сказать, обобщает, вот, например, свои, кстати говоря, этого примера нет у Выгодского, а это пример, который приводил Данил Борисович Ильконин на лекциях. И наша любимая, к сожалению, ушедшая Елена Олеговна Смирнова мне позвонила и спросила, Катя, ты помнишь, где у Выгодского написано про хромого мальчика, которого не пускают играть в футбол? Я говорю, как, где? Сказала я возмущенно. Там вот, читай. Она говорит, я два раза прошла туда-обратно, там этого нету. В общем, оказалось, что Данил Борисович рассказывал что-то такое со слов Выгодского, а у всех это так вот в сознании укрепилось, что действительно, то есть это пример, что мальчик имеет какой-то дефект, и он не может играть в футбол со своими сверстниками, и они его каждый раз как бы отправляют, а он каждый раз опять просится. И вот в семь лет происходит обобщение, то есть он для себя, ну это грустная такая история, он для себя понимает, что у него тут с футболом, видимо, не получится, и он уже не идет, не просится. Вот, и вот эта самая произвольность, которую мы эксплуатируем в школе, потому что вроде бы в семь лет, значит, это тоже у Данила Борисовича было написано, что ребенок может учиться по программе взрослого, начиная с семи лет, и семь лет такой интересный возраст, он там и во всяких религиозных практиках тоже отмечается и так далее. Вот, в одиннадцать лет, вот дальше начинается путаница, вот дальше начинается, даже и здесь есть путаница, потому что, например, никакого новообразования в три года, вроде бы у Годского не, значит, не сформулировано, хотя вот здесь вы меня можете поймать, я сейчас что-то сказала и засомневалась. Вот, дальше у Годского там тринадцать лет, и тут они начинают расходиться с Данилом Борисовичем Ульконином, с его периодизацией, но тем не менее. Но здесь самое важное даже не то, что называют новообразованием, да, потому что мы понимаем, что ребенок идет по линии, так сказать, приобретения степеней свободы. И слово «произвольность», я это в своей книжке в частности обсуждала, да, что слово «произвольность» на самом деле оно как бы пришпилено к семи годам, на самом деле оно, конечно, должно трактоваться гораздо шире, «произвольность» в том смысле, что я могу не повестись на какой-то внешний стимул. Мне лично здесь как бы вспоминается, и мне интересен в этом месте Левин, который говорит о валентности вот этого мира вокруг меня, вот этого самого поля, да, и «произвольность» — это момент, когда я еще от чего-то могу как бы воздержаться, я бы сказала, и говорить о том, что я действую произвольно, можно не потому, что я действую, например, активно, а потому что я не действую так, как меня тянет, да, мне очень хочется сейчас пойти съесть какое-нибудь пирожное, да, а я вот тут сижу, принимайте лекцию читаю, вот в этом смысле я произвольна, вот, и в этом смысле, в этом смысле, вот это вот, вот я уже здесь начинаю говорить на другом языке авыгодском, не буквально повторяя там, какие новообразования, б-б-б-б-б-б, а говоря о том, что идея вот расширения этих самых поля возможностей в каждом следующем возрасте, логическое расширение, вот здесь очень важно, оно натурально может не происходить такими взрывами, которые мы вот, сейчас очень многие родители говорят, да не знаю, был у него, а, по-моему, начался в два года, и вот сейчас ему 11, и это все был кризис трех лет бесконечный, а сейчас, наверное, начался подростковый, да, то есть если вот так вот как-то пытаться это сегодня обсуждать, то такой очевидности и такой вот привязки там к этому самому, к последовательности хронологической вроде бы не получается, но очень интересно, что человек, а что такое развитие по-выгодскому, да, человеческое развитие, это овладение собственным поведением, что такое овладение собственным поведением, а знаешь, что я сейчас не иду и не ищу в холодильнике кусок торта, понимаете, вот в этом смысле я овладела, да, и вот то, что мое взросление есть такое, как бы я поднимаюсь по ступенькам вот этого преодоления соблазнов, если хотите, да, вот, вот здесь уже, мне кажется, крайне интересная и важная вещь написана, написана, вот, что-то я прямо разговорилась, хотя даже еще, нет, я справлюсь, не пугайтесь, Ольга Витальевна, значит, что как бы резюмирую по тому, что я так что говорила, конструкт развития, это конструкт, это конструкция, это вот сейчас вспоминаем социальных конструкционистов, да, когда все, все, чем мы оперируем, это все наши, ну, конструкции, да, и в том числе языковые, мы имеем два объяснения перехода, психологический и педагогический, потому что вот эти вот Бажович и Драгунова, мне кажется, предлагали сугубо педагогический подход, то есть они предлагали, как справиться с этой самой трудновоспитуемостью, не придавая ей никакого позитивного смысла, хотя, если мы говорим, что это преобразование социальной ситуации развития, у Выгодского очень много слов про слом, появление нового и так далее, до основания, а затем это Владимир Петрович Зенченко так и потоптался на этой теме, что там очень много было вот такого вот, вот, но тем не менее, можно ли построить новую конструкцию на, как бы, на, не трогая старую, да, ну, вот здесь я просто на это указывала. У нас, похоже, что нет убедительной эмпирики, той самой доказательной, которую мы могли бы предъявить всем. Перспектива развития связывается с вот появлением этих самых степеней свободы, о чем я только что сказала, и развитие, есть накопление произвольности такого у меня, значит, вот, и сама физиология переходов является очень эвристичной, на мой взгляд. Значит, Даниил Борисович говорил механизмы переходов, но потом все ругали слово механизм, как очень такое, какое-то техническое, вот. Но я вот придумала слово физиология, то есть, если мы поймем, что, какой смысл закладывается в кризис, то тогда это для нас будет важно, независимо от того, рубим ли мы этот онтогенез на вот эти вот отрезочки, и, так сказать, буквально прямо не дух Выгодского удерживаем, а буквы его, или, значит, это как-то все-таки для нас будет каким-то продвижением. Вот, и вот здесь, собственно говоря, уже мои собственные соображения по этому поводу. Значит, кризис – это момент появления нового, это достаточно очевидно, и кризис происходит в два такта. И в этом смысле надо рассматривать не кризис как таковой, надо смотреть литический период, который завершается кризисом. В первом периоде, это неправильно по-русски, в первый период, надо говорить, вот, в первый период, в литический период, ребенок осваивает какую-то новую форму, ну, произвольности, скажем так, новые свои возможности, но в инвитро, то есть, в каких-то абсолютно специально приготовленных условиях, да, здесь слово препарат я очень одно время любила, от слова ТПП, да, препарат в смысле то, что ему, ему вот такие чистые задания дали, да, вот они его никак не отвлекают. А следующий момент, он должен, это то, что он как будто бы умеет делать, но в этих хрустальных условиях, он должен перевести в жизнь, то есть, из инвитро в инвиво, то есть, из стекла, из пробирки в реальную жизнь. И вот этот перевод и есть кризис. Механизмом этого перевода является проба, когда ребенок выходит за пределы вот этих вот хрустальных, кристальных отношений, которые ему предоставили, ну, взрослые, конечно, кто же еще, да, вот это близкое окружение. И в этом смысле проба, она и есть, она и есть трудновоспитуемость, потому что надо попробовать, и надо попробовать не то, что тебе велели, а то, что ты вот сам себе в этот момент понимаешь вот эту самую розетку, ты ее запомнил, и ты вот ее сейчас попробуешь все-таки, опробуешь. Вот, и возникают поведенческие трудности, и в этом смысле, вот я сейчас уже опять к Бажовичу с Драгуновой, избегание негатива – это блокировка появления нового. И вот этот переход из инвитро в инвило я тогда в своих, значит, этих самых изысканиях назвала субъективацией. Дальше поехали. Вот, и вот эта самая субъективация, она такая парадоксальная вещь, когда я осваиваю то, что я уже умею. Потому что, на мой взгляд, как бы, мое убеждение заключается в том, что никакой чужой образец присвоить невозможно. Я всегда привожу какие-то примеры, там, из двигательной активности, там, я не знаю, вас учат ездить на горных лыжах, вам говорят, надо немножко согнуть колени, вы их сгибаете, вам говорят, неправильно, вы их разгибаете, вам говорят, нет, надо согнуть, и так далее, и так далее. В какой-то момент ваши колени схватывают. Вот как бы вам этот самый тренер не показывал вот угол коленей, коленей, пока ваши собственные колени это не почувствуют, это не будет вашим собственным действием. Даже, в принципе, он может вас поставить и как бы механически вам эти колени согнуть, но это не будет вашим собственным действием. Вот когда ваше колено это самое, вот это схватит, тогда это будет. Я думаю, что это все, все время с нами происходит. Когда мы первый раз начинаем писать какой-то текст, который, я миллион этих статей прочитала, что я текст не напишу, не напишу. Вот я его буду писать и писать и писать, да, я буду сама с собой справляться. Хотя вроде бы образцов очень много. Вот. И когда я, ну вот это вот, когда я это схватила, тогда у меня и поле поменялось. А поле в данном случае, вот я про социальную ситуацию развития, как вы можете догадаться. Да, я научившись, я вдруг увидела, что мне что-то теперь новое доступно, чего мне раньше доступно не было. Вот. Это слайд, значит, вот тут Галина Анатольевна присутствует, которая была на моем докладе, значит, в декабре месяце. Значит, там мы еще обсуждали ступени школы и вот эти возрастные переходы. Ну, мне кажется, что это от лукавого вообще идея там соединения и идея попытки делать какие-то жесткие переходы между ступенями, чтобы дети почувствовали себя взрослыми. У Ильконина с Фруменом есть статья про то, что, значит, про образовательное пространство и про то, что там разные действия, надо их развести и так, чтобы они... Ну, в общем, короче говоря, там много попыток было. Там были хорошие, мне кажется, были интересные идеи. Просто статья очень тоже старая, 93-го года. Ну, такая евристичная очень. Но попытка вернуться к этому самому, например, к обрядам инициации вот в этом перемешанном в сегодняшнем постмодернистском мире, когда взрослых нету, как считает Нейл Постман, поэтому детей нету и вообще все перепутано, и нету вот этой самой упорядоченности, и нет социально-возрастных групп, между которыми я бы переходил. Мне кажется, что здесь история как-то слишком сильно придуманная. Но мне очень нравится идея двух типов возрастов Ильконинская в этом смысле. Он говорил про ребенок-общественный предмет и ребенок-общественный взрослый. Вот ребенок-общественный предмет – это искусственное действие. Что значит общественный предмет? Я начинаю есть ложкой и держу ее не так, как держал бы детеныш обезьяны, да, не кулачком. Я начинаю, то есть я начинаю свою руку, вот, ну, как на фортепиано играю, да, вот как-то эдак, как-то с кандибобером, как говорила моя бабушка, да, вот эдак. И ребенку очень нравится делать эдак, да, вот там разные игры с правилами. И резиночка эта несчастная, да, в которую мои дети играли, ну, просто чтобы выдохнуть, могу сказать, что когда у меня было две дочери, они мне сказали, что им нужен третий ребенок, потому что в резиночку надо поставить третьего человека, значит, чтобы так сказать, соответственно. Вот, а они эту резиночку надевали на мусорный бак на улице, значит, вот какую-то урну такую круглую, и говорили, что это вот нехорошо, надо, значит, кого-то родить еще. Короче говоря, вот эти вот игра в резиночку, понимаете, это вот нормальному человеку, вот взрослому, да, это какая-то дикость, вот идти и вот эдак чего-то такое не по-человечески делать. А вот именно этот возраст, вот поступление в школу, он связан еще с такими же играми, поэтому это не случайно, что они так хороши в игре, так хороши в школе, вот в этих самых дурацких прописях и так далее, и так далее. А когда ребенок общественный взрослый, то нужно превращение, нужно как бы вот, чтобы на щелчок стать другим, да, как вот в игре человек становится другим. Вот он начинает по-другому говорить, он начинает иначе себя вести, и так далее, и так далее. И у подростков это очень сильно видно, и они хотят чудесного, они хотят, чтобы мгновенно, они хотят, чтобы прямо сейчас, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта вот ритмика, ритмика периодов такая, одна, другая, она у Петра Геннадьевича Нежного там немножко по-другому на все на это смотрел, да, но мне кажется, система образования должна схватить вот эту вот, ну, лестницу, идею лестницы, при том, что ступеньки покрашены в разные цвета, да, вот это вот должно быть не, это не может быть просто холм, по которому я бесконечно понимаю, что поднимаюсь, это должны быть какие-то такие вот событийные переходы. Вот, и, ну, вот, собственно говоря, я вроде бы приближаюсь к концу. Здесь опять-таки, может быть, этот слайд как бы адресован к тем, кто проектирует школу, но у нас нету психологической модели школы. У нас есть психологическая модель учебных предметов, у нас есть психологическая модель взаимоотношений. И плохая, но есть отношения между ребенком и педагогом, да, вот эти вот вещи, мы их пытаемся обсуждать. У нас есть описание детской дискуссии, некоторые там очень хорошо поработали, да, не будем показывать пальцем, хотя это Галина Анатольевна. Вот, то есть у нас есть какие-то, может быть, сущностные признаки школы. Но что такое школа, как, вот сейчас я плохими словами скажу, но по смыслу, они для меня важны, социализирующий институт, то есть институт, который меняет человека. Если хорошими словами, то институт, обеспечивающий взросление, да. Мы в этом смысле, в смысле Выгодского, модель школы на самом деле еще не построили. Поэтому здесь нам, видимо, придется сильно еще подумать. Вот, и все оказывается. На этом я завершаю. Итак, просто чтобы, значит, люди могли задать вопросы. Сейчас я выключу дуратскую презентацию, буду видеть вас всех перед собой. Кризис – это для меня. Вот все от первого лица единственного числа. Вот не мы, а я. Я думаю, что кризис – это очень эвристичная теоретическая модель. Я думаю, что независимо от того, говорим ли мы о каком-то глобальном новообразовании или мы говорим о появлении какого-то нового способности, нового навыка, там происходит, мы сначала чему-то учимся в каких-то специально организованных условиях, потом мы выносим этот навык за пределы. И в этом смысле для меня кризис поэтому эвристичен и поэтому интересен. Пытаться его сегодня брать, что называется, брать в таком философском смысле слова натурально, то есть вот в этом смысле для меня эмпирика под вопросом. Я не уверена, что ее можно прям так вот собрать, как грибы, вот где-то такое найти место, да, и там начать собирать эту эмпирику. Вот ее без специального какого-то, ну, без генетико-моделирующего, если хотите, метода, мы ее не схватим. И в этом смысле мы ее схватим не на возрасте, а на появлении нового. На этой оптимистической ноте, дорогие мои, я передаю слово Ольге Витальевне, и дальше буду отвечать на ваши вопросы. Катерина Николаевна, огромное спасибо, было очень интересно. Я прямо уже сто раз пожалела, что говорила про эти 45 минут, надо было побольше. Но все прощается за красивую чашку чая. Катерина Николаевна, вот у нас здесь уже много всяких комментариев в чате, не знаю, видите ли вы их. Я почему-то, а сейчас я, а, вот сейчас я чат включу. Там прямо уже завязалась такая дискуссия. Так, у меня почему-то посреди экрана оказался. Так, а давайте вы немножко будете меня направлять, потому что тут много, и я, чтобы просто мы время не теряли. Вот спасибо вижу. Так, ну вот здесь, наверное, основной вопрос, который вот изначально от Жуковой Натальи, про волшебное превращение. Да, вот это нейронная сеть, которая сформировалась и закрепилась, или это вообще, как говорит вот Солдатенкова, не про нейронную сеть? Нет, ну это, конечно, не про нейронную сеть. Я должна признаться, что я про нейронную сеть вообще ничего не знаю, поэтому вот не надо мне задавать вопрос. Не ставьте меня в неловкое положение. Дайте мне сохранить лицо, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Значит, я когда говорю про подростков, в данном случае, когда говорю про волшебство, я ссылаюсь на замечательное исследование, которое провела моя аспирантка, ну, как бы на несчастье советской науки и на ее собственное счастье. Она, начавшая это исследование, потом стала рожать, сейчас у нее четверо детей. Поэтому оно не завершилось. Я все хочу все-таки большую статью «Вопросы психологии» написать, чтобы хоть было на что ссылаться так вот основательно. И, значит, она сделала работу на Гарри Поттере, в чем, собственно говоря, привлекательность Гарри Поттера. И там, среди прочего, я сейчас уже даже плохо-плохо помню, честно говоря, там, среди прочего, было показано, что вот волшебник – это тот, который вот махнул волшебную палочку вот на щелчок, и все сразу поменялось, да, и это видят все, и это заметно. Это как бы, это пумс, это вот прям. А когда мы… Или это вопрос про другой, сейчас я вернусь. Вот. А когда реальный человек действует, то это мутно, в тумане, скучно и так далее. Потому что сколько бы я не решал задачу, я все равно, значит, ее… Как бы, правильно я ее решила, неправильно я ее решила, ничего не произошло. Вот этого изменения не происходит. Что касается… Да, я сейчас подумала, что это вопрос про появление нового образования и появление новой социальной ситуации развития. Вот, наверное, про это, да, нет? Вот. Тогда я, знаете, я первый раз стала читать какой-то психологический курс, по-моему, в девяностом примерно году, вот. И там у меня был очень хороший образ новообразований. Это тогда были красные пиджаки, вот кто помнит некоторые, да. И, значит, вот у вас резко появилось много денег. Вот новообразование – это резко много денег. И человек оглядывается, и он начинает видеть то, чего он раньше не видел. Вот в этом смысле. Я не знаю, зачем нужно перестраивать нейронные сети для этого, честно говоря. Потому что, ну, человек изучает новый язык, например, да, и он вдруг обнаруживает, что у нас всего интересного, например, видит на улице Барселоны, чего он раньше не видел, да, потому что нейронная сеть работает. В общем, короче, вот просто комментирую, не знаю, как на это отвечать. Да, Ольга Витальевна, я вас слушаю. Да. А вот, Катерина Николаевна, пользуясь правом модератора, вот просто свой вопрос, если можно, задам. Вот именно ваша личная точка зрения, да, вот правильно ли я понимаю, вы говорите о том, что вот кризис, да, эвристичное такое понятие, что мы не можем как бы вот с ним ходить, да, и везде его вот стараться каким-то образом прицепить, там, где оно не прицепляется. Но все-таки вот даже если брать вот современное детство, вот если учитывать, что сдвигаются вот эти нормы, сдвигаются все эти границы, все-таки вот этот момент перехода, если не кризиса, вот стоит ли вообще его искать? Ведь в этом же как бы и суть развития. Вот этот, ну, неважно, как мы называем, кризис, перелом, переход, сдвиг, ведь все равно это по большому счету об одном и том же. Вот смотрите, Ольга Витальевна, я с вами абсолютно согласна, потому что есть логическая схема развития, логическая, она в материале, мы ее можем и не увидеть на самом деле. То есть я вот, например, ну, у меня там есть за спиной и родительский, и прародительский опыт достаточно богатый, да, я вот далеко не про всех могу там что-то такое вспомнить. Но то, что происходило, вот это превращение, просто когда Выгодский говорил «кризис», он имел в виду, что это относительно, он прям так и писал, что относительно короткий период, да, то есть он какую-то натуральность этому придавал. Для меня вот совершенно неважно, вот это преобразование, оно происходит, условно говоря, за полгода, за месяц, или оно вообще происходит. То есть если мы задали эту картинку, то нам все равно, как оно происходит. Я научилась кататься на лыжах за один, так сказать, этот самый, за один присест, или я, значит, 20 лет ездила к этому самому, и он меня учил коленки сгибать, понимаете? Но факт тот, что пока моя коленка этого не схватит, это не будет моим собственным действием, и моих способностей. Логически ничего не поменялось. А психологически, мой друг Экзерина Николаевна, Гальперин, своим поэтапным формированием, ведь он просто показывает, что только через материальные действия возникают психологические новообразования. То есть через реальные действия в определенных условиях, если мы педагогики, в неопределенных условиях, если мы его пускаем на самотек, пустить два пальца в розетку. Это материальные действия. Почему вы как бы избегаете рассматривать сам процесс возникновения новообразования? Вы берете какой-то такой мифический процесс волшебства, а на самом деле это просто вот тут Наталья Жикова, она, так сказать, физиолог, видно, или психолог, физиологист, так скажем, она сразу списывает на нейронные сети. Мы-то понимаем, что не нейронные сети, а реальные действия или нет? Вопрос в этом. Реальные действия или нейронные сети? Еще раз, я про нейронные сети, я чужая на этом празднике жизни, понимаете? Поэтому я просто не хочу вообще про это разговаривать. Мне про это ничего не понятно. Я, кстати говоря, прочитала очень большое количество материалов, которые в OECD были выложены. И там даже есть нейромифы, по-моему. Такой текст я еще там прочитала. Я на вашей стороне. Меня это не интересует. Я этого не понимаю. Очень важно это понимать, мой друг, потому что... Про нейро я ничего понимать не понимаю. Стакан водки, то вы будете другую лекцию нам читать, понимаете? Стакан водки и другая лекция. Это же очевидно. Нейросети-то сразу скажут, о-хо-хо, жизнь-то налаживается. Ну, я думаю, на нейросетях я наберу больше аудитории. У меня такое подозрение. Даже могу билеты продавать, если я про нейросети начну рассказывать. Галина, она... Виталина, можно задать вопрос? У меня вопрос такой. Почему вы периодизацию Ильконина как бы боком обошли? Ну, потому... Слушайте, я это самое... Ну, знаете, я последняя, кого можно обвинить в том, что я периодизацию Ильконина обошла боком. Я поэтому и спрашиваю. Вот точно. Это потому что это просто... Я считаю, что это из замечательных совершенно прорывов. И вот он ровно теоретически рассуждал. Более того, если вы посмотрите его дневники, которые были опубликованы сразу после его смерти в 89-м году, ну, сразу, относительно сразу, однотомник такой, однотомник. И там были куски дневников. И там где-то примерно 68-69 года он начинает вот... А как бы так бы их построить эти самые... Вот как бы их объяснить, чтобы это получилась такая... Я даже называла периодическая система элементов. Вот. И он прямо вот... Там прямо читаешь, и вкусно так видишь, как он идиот к этой периодизации. И в 71-м году она была опубликована. Поэтому, ну, не знаю. Но вот в следующий раз я буду рассказывать про периодизацию Ильконина. Это... Я хотел бы прямо посоветовать... Из моих любимых текстов. Вот тут меня не поймаешь. ...до 83-го года. В 83-м году он пишет. Моя периодизация верно описывает, но он не схватит механизм. В 83-м. Уже после публикации 71-го года. Понимаете, у него была работа про предметные действия. Да-да-да. Андрейка. Андрейка. Вот. Да, совершенно верно. И он там... Как бы вот эта тема, что сначала мотив случился в одном месте, а предметная деятельность в следующем, вот эта разрывность, она его как бы уже по следам этих предметных действий, он стал это ставить под сомнение. Вот. Но еще раз давайте... Николай Николаевич, мы с вами можем отдельно что-нибудь пообсуждать. Так вы не хотите, отдельно не хотите обсуждать. Остаемся с обычными представлениями. А надо менять их. Нас же слушает 27 человек. Понимаешь, было бы очень важно, чтобы они вдруг почувствовали, здесь проблемный узел есть. Проблемный узел между Выботским, Эликониным, Леонтьевым и, смею его сказать, Нечаевым. Просто проблемный узел. Вы же мой доклад делали, были рецензентом в Вышке. Я же специально этот момент подчеркиваю. Пусть другие зададут вопросы. Ольга Витальевна даст мне пять минут, а потом, надеюсь. Даже десять, Николай Николаевич. Хорошо. Галина Анатольевна, вот Цукерман хотела тоже прокомментировать. Я хотела просто встрять, когда Николай Николаевич говорил о Гальперине. Потому что поэтапное формирование умственного действия не есть формирование возрастного новообразования. Вот давайте все-таки удерживать развлечение масштабов развития. Про другой масштаб у Гальперина. И он абсолютно прав, говоря про формирование умственных действий. И ни разу Петр Яковлевич не утверждал, что умственное действие – это же действие возрастного новообразования. Это первое. Но раз мне Ольга Витальевна щедро разрешила поболтать, Катерина Николаевна, дорогая, Катенька. Я все-таки хочу вернуться к вопросу об отношении возрастов и ступеней образования. Как бы мы не отмахивались от этого вопроса, он стоит в виде бесконечных школьных, университетских и детстадовских зданий и мозолит нам глаза и отравляет жизнь. Вот то, как вы сегодня акцентировали свою точку зрения, отталкивающиеся от представления Выгодского у новообразования, открывающих глаза, заставляющих по-новому видеть социальную ситуацию, развитие, если, ну, довести эту логику до абсурда, что я сейчас буду делать, это означает, а нам пофиг, когда начинается там, какая следующая ступень образования. Пока не созрело новообразование, все будет по-старому. Когда созрело, увидят по-новому. Поэтому, что хотим, то и строим в системе образования. А вот сказать это мне как-то совестно. А вам? Вы знаете, Галина Анатольевна, я вот здесь, наверное, сейчас выступлю как скептик. То есть вот мне хочется сказать, и ты права моя дорогая, но я все-таки для игры, по крайней мере, скажу свою точку зрения. Ссылаясь вот на, значит, этого самого Ильича, который сказал, что вот школ больше не будет, что они потихонечку исчезают. Я сейчас даже стала немножко смотреть вот эту историю этой самой школы. Вот, она возникла в определенный момент в ответ на определенные социальные запросы. Она не развивалась, она удлинялась. Собственно, это во всем мире. И у нас то же самое происходило, там с небольшими задержками. Вот, сегодня, так сказать, тема образования и тема... Меня муж тут спрашивает, бакалавриат – это высшее образование или не высшее? Я говорю, бакалавриат – это бакалавриат. Он говорит, ну это высшее... Я говорю, а какая тебе разница? Он говорит, нет, ну надо, чтобы было высшее. Ну вот, как бы так ведь вот это вот, понимаете? Вот в этом смысле такая вот идея лего, из которого я конструирую свое собственное образование, а дальше уже вопрос, могу я его продать или нет, это такое диссидентское, конечно, постмодернистские, безответственное, да, и лентильская точка зрения. Но вот она мне как бы больше нравится, честно говоря. Если мы сейчас с вами разговаривали в 70-м году, вот так же свободные, такие же были умные в 70-м году, вот, то и тогда вопрос о структуре вот этих самых возрастов был очень актуален, и они еще не посыпались, если можно так выразиться. Вот, но если мы рассматриваем вслед за гигием систему образования как развивающуюся структуру, как бы сущную, да, то тогда надо говорить о том, что мы идем скорее не к новой конструкции лестницы, а просто к какому-то такому, знаете ли, вот действительно у многих мальчиков выросших, да, есть большие коробки с элементами лего, и они на них смотрят, не могут выкинуть. Вот, вот что-то такое, из чего я собираю что-то свое, но уровень субъектности для такого собирания, какой нужен сумасшедшим. Ну ладно, так что все не так тебе просто, как говорится. Вот, господи, я вижу вопросы про... Сейчас я закончу свой вопрос. Простите за занудство. То, о чем вы... Десять минут не обещали. Да. То, о чем вы сказали сейчас, это безусловно завтрашний день, а может быть даже вечер сегодняшнего дня, но это про образование избранных. Точка. Да. Да. Ну и вот здесь начинается новый длинный разговор про семейное образование, про удаленку поганую и так далее, и так далее, да. Я просто... Николай Николаевич, первое, чем вы скажете, я просто отвечу на вот это вот социальное и биологическое. Значит, для Выгодского источником развития была среда, а не обстановка ничем иным, и он рассматривал развитие как присвоение собственно культурных человеческих форм поведения. И он ни на какой биологической вообще не оградывался. Я не знаю, как бы он это трактовал, если бы он читал что-нибудь про нейронамоку современную. Как бы не знаю. Поэтому я здесь останавливаюсь. Просто надо понимать, о чем мы говорим. Да. Все. Поль Виталий, можно вступить? Нужно, Николай Николаевич. Не Анатольевне, а Лаверды. Дело в том, что, опять ссылаюсь на «не боишься дорогого». Возраст – это абстракция психологическая. Нет возраста, пишет он, у каждого индивидуальной траектории. Когда муж, пожив своей женой 20 лет, и это материальное действие, осознал в течение одной минуты, что он ей не нужен, и уходит от нее, то это умственное действие, прошедшее через социализованную речь и означающее новый этап его развития. Он стал снова холостым. Я специально подчеркиваю, события индивидуальной биографии могут быть минутными, но они переходят к взрослости сразу. Вот человек повзрослел. Достаточно, скажем, почему говорят, что потеря родителей – это обзросление. Потому что вот ты становишься сиротой, начинаешь понимать, что это твоя жизнь туда, а туда уже закончилась. Это Алла Верды, так сказать, Галиня Анатольевна. Пусть подумают. А теперь по докладу Екатерины Николаевны. Очень важный доклад, я считаю, потому что наглядно показано, что мы до сих пор стоим, и мои учителя стояли на этой точке, присвоение культуры. Нет присвоения культуры. Нет усвоения культуры. Это всегда переработка себя в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. И вот этот момент мы не фиксируем. Мы считаем его не очень важным. Вот у меня последняя публикация в вопросах психологии, в шестом номере, за 19-й год, о новом подходе к языку и речи. И я там показываю, как речь возникает. Она возникает, это ваш пример, в данном случае был, на мой взгляд, не очень дальше, Катерина Николаевна, когда говорит, кризис, там, 5 лет. Я наблюдаю на своем внуке. Он уже говорит, но говорит так, что мы не понимаем. Это уже два года назад получил. Мы не понимаем. И я вижу, как назревает конфликт. Хорошо, что есть бабушка, которая с ним сидит, и она его понимает. Он это говорит. Он ловит нашу фонетику. И через эту фонетику начинает нам возвращать нас же самих. Потому что контур его деятельности возникает в совместной деятельности. Там его смыслы. Вот мы этот момент не ловим. Это моя статья в Кипе, в третьем номере, в категории развития как основа психолого-педагогических исследований. Орудийные и коммуникативные. Гальперин это развел. Материальные действия, дальше социализованная речь, как осознание. Но мы осознаем с самого начала, начиная с мотивации и кончая, извините меня, самим умственным действием. Когда мы понимаем, что зря мы время потратили, на это умственное действие. У меня есть хороший пример, когда я показываю в течение 10 минут, как возникают нейрофизиологические структуры. Я показываю типа Роршаха изображения, а дальше показываю корову, корову, корову. И через некоторое время все говорят, да действительно там корова есть. Я вот этой коровой формирую структуры. Понимаете? В результате они начинают их видеть. Вот этот момент реального проникновения в жизнь, это и есть развитие. Вот я бы хотел, чтобы мы увидели, в нем есть противоречия внутренние. Не вовне. Это все придумки действительно идеологизированного марксизма. А если брать изнутри, то это всегда, это у Зинченко в последние годы было, среда предлагает себя организму. Понимаете? Это его формулировка. Она предлагает, но он берет или не берет. Это его внутренний контур. Вот мы не видим этого внутреннего контра в собственной жизни. У нас нет движения, у нас деятельность вне ребенка. Это не так. Его жизнедеятельность это то, что становится его деятельностью, но именно в процессе. Я простой эксперимент последние годы провожу. Я вдруг в середине разговора и все говорят, ты что, с ума сошел? Да нет. Я просто говорю на другом фонетическом коде, а вызывать смысл не могу этим кодом, потому что среди моих сегодняшних слушателей людей с этим кодом нет. Но этот код, отсюда сила фонетики, Ольга Витальевна, как лингвист и психолог одновременно меня поймет, щерба-то говорил душа народа в фонетике. Это странно. Фонетика, что такое? Это же звуки. А на самом деле через освоение чужеродных звуков я их делаю родными звуками, благодаря своей деятельности, в которой есть противоречия. И вот у меня в момент как раз некоторые обиды на вас. Где противоречия? Где противоречия, которые заставляют этот организм становиться профессором по дивану? Где эти противоречия? Когда он тут скажет, жизнь прошла зря, надо было грибы собирать. И вот многие же люди сейчас в кризисе находятся, потому что вот эта ситуация через экран, она же, мягко говоря, дотронуться хочется, понимаете? Вот просто до руки, чтобы было понятно, что мы еще живые. А изображение есть. Высовский жив или нет? Вот спросите себя, включайте запись, есть точно. А Пушкин что говорил? Доколь, как я? Что-то я не умру, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пи. Понимаете? Вот это очень важный момент, который мы как будто бы игнорируем. Противоречие нашей жизни. Вот ядро развития. Его надо уловить. Мы пока его еще не ловим, к сожалению. Извините. Спасибо. Спасибо, Николай Галович. Я только вот один такой не совсем к тому, что вы сказали, но я так услышала. Меня, знаете, что пугает, меня, и я стараюсь этого избегать по возможности. Когда мне говорят, у ребенка есть зона ближайшего развития. Я очень слюсь и говорю, что покажите мне то место, где у ребенка есть зона ближайшего развития. зона ближайшего развития это определенный взгляд на условия развития. Что там, оказывается, есть тот взрослый, который, значит, что-то показывает и так далее, и так далее. Целиком согласен. Я боюсь натурализации. Поэтому, если я куда-то укажу пальцем и скажу, что вот это противоречие, просто там это с этим, оно же разное, значит, оно противоречит. Я боюсь натурализации. Она меня больше всего как бы злит, и это та причина, по которой я, наверное, скоро все-таки перестану преподавать. Девочка с шашнурками, с матерью, идущей на номерной завод, это противоречие. Понимаете? Она ее готова убить в этот момент, но она же понимает, что она этого сделать не может. Вот зона их ближайшего развития и ребенка, и матери, и исход этой зоны будет разным для них, для каждого. Понимаете? Для девочки она озрится на эту мать, которую не дает я сам реализовать, а для матери будет эта девочка, которая будет ей в 15 лет устраивать скандалы. Ну, мягко говоря. Ну, ладно, поехали дальше. А то Николай Николаевич слишком умный для меня. Я не могу, я переживать начинаю. Давайте дальше поехали. Коллеги, пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос в эфир, вот сейчас самое время это сделать. У нас еще вот был здесь очень интересный вопрос, очень много комментариев, даже не могу его найти. Вот, от Натальи Власовой. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что кризис как явление касается перехода и проб в личностной сфере, то есть, говоря про кризисы, мы соприкасаемся с личностью и ее свободой. Катерина Николаевна. Ну, вы знаете, вот, опять, как бы, не хочу, чтобы подумали, что я такой вот просто совершеннейший бенгат, но, когда мы говорим слово личность, мы имеем в виду определенную концепцию личности. Ну, там, например, по Леонтьеву это иерархия мотивов, да, значит, что такое личность? Личность я в той мере, в какой я могу эти самые, ну, тянущие меня в разные стороны позывы, какие-то потребности, да, я могу их как-то иерархизировать. Ну, говорит, что-то 7 лет начинается. Вот, поэтому, значит, если сказать, что проба связана с иерархией мотивов, то как-то у меня не складывается сейчас это в голове. Поэтому я, если бы я была вредная, я бы вас попросила объяснить, какую концепцию личности вы имеете. Потому что так вот натурально говорить, что я, например, личная. Я всегда говорю, что когда я сплю, я точно не личная. Понимаете, вот год назад тяжело болела, так вот тоже была не личность совсем, понимаете. Вот, и субъектом не было, аж интересно. Опять, субъект – это деятельность какая-то. Вот, понимаете, они же все слова, они же, чем гениальна была вот эта вот история там 70-х, годов, когда все эти люди, слава богу, Николай Михайлович достал, да, были живы, и они между собой разговаривали. Они как бы фильтровали базар, извините за выражение. И они, когда слово использовали, они что-то за ним имели, как бы не одно слово, а вот эту самую пирамиду понятий, про которую, научных, про которую Выгодский говорил, да, они, у них все это было связано. Поэтому личная, личностная сфера, вот, вот, ну, не знаю ответ. Слышно меня? Да. Катерина Николаевна, ну, у меня, к сожалению, только на начало доклада смог услышать. Ну, достаточно, чтобы задать вопросы. Два вопроса, они так сильно связаны для меня. Первый. Ну, у Вас будут очень сложные вопросы, поэтому не ждите ответов сразу так. Ну, хорошо, может, кто-то другой ответит. Не страшно. Первый вопрос. Вот, Вы говорили о том, что в 30-х годах или в каких-то годах ценностным выбором тех, кто искал марксистскую психологию, была фокусировка на понятии развития. Вопрос с Вашей точки зрения, а какой сегодня правильный ценностный выбор? Ну, Ваш ценностный выбор. И второй вопрос. Так, стоп. Давайте, давайте, не гоните картину. Значит, смотрите, я человек группы риска, как теперь говорят. Это значит, что я была воспитана на курсах этой самой диалектической философии, соответственно, на Марксе. И, соответственно, лучше или хуже Гегеля пыталась читать. Будем так говорить. Никакой другой философской как бы картины, которая была бы для меня естественной, я просто не знаю. я бы ответила, да, что, ну, меня очень увлекают вот эти вот французские, там, я не знаю, философские, 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 она меня очень сильно увлекает. Но что она предлагает, кроме каких-то таких точечных отдельных взглядов, и тоже очень волнованных, говоря, связанных с Марксом, они могли его, так сказать, отрицать, но все равно они с ним все время полемизировали, да, хотя в основном принимают. Вот, и поэтому там я могу пользоваться какими-нибудь конструкциями, там, Бурдио или Фуко, да, но как целостный взгляд, который может заменить идею развития, у меня ничего, я лично ничего продолжить не могу, понимаете? Вот, я могу сказать другое, я могу сказать, что когда я читаю учебник Developmental Psychology, у нас периодов много, кстати говоря, да, и если вы там откроете, то вы увидите, что там под развитием понимается изменение во времени, хотя там есть некоторое такое лукавство, потому что учебник обычно как бы он скроен по возрастным периодам, ну, как правило, таким, имеющим отношение видимо к пиаже в основном, да, вот, но саму идею переходов, вы в этом учебнике и вот этих скачков, вы там не найдете, поэтому там развитие, это просто изменение во времени, поэтому вот у меня нет альтернативы идеи развития, ответ, все, второй вопрос. Второй, вы говорили о том, что Леонтьев перенес схему Маркса с общественно-исторического развития на антогенез детский, на ваш взгляд, вот за это время, когда Леонтьев перенес и были какие-то исследования, какие-то поиски, случились ли какие-то открытия, достойные того, чтобы перерос обратно сделать антогенеза детского развития на понимание общественно-исторической ситуации? Значит, судя по всему, отвечу, как я понимаю, значит, я все отвечаю, как я понимаю, и не на кого-то как я все, естественно. Да, пальцем не показывают. Дело в том, что, судя по всему, то, что называется big theory died, то есть большие теории умерли. И теория, вообще говоря, с греческого, например, один из переводов это взгляд, то есть теория дает определенный взгляд. Один мой коллега, мне кажется, очень умно сказал, он сказал, что а что вообще сделал Выгодский? Выгодский показал, что надо смотреть не на ребенка, а на ребенка и взрослого. Вот, и все, что дальше, оно уже все выходит вот из этого базового положения. Поэтому, есть ли какие-то инсайты такие, знаете, крупные, которые вот что-то такое демонстрируют? Я могу, в принципе, говорить только, но это не совсем психология, это социальный конструкционизм. Я сегодня уже, по-моему, напоминала, просто у меня тут на днях была лекция, как раз про него. Вот, то есть, вот эта вот идея того, что, поскольку я занимаюсь современным детством, современное, вообще детство это конструкция. Нет никакого натурального детства. Есть определенным образом сконструированный взгляд на определенные этаповый детства. Поэтому вот, я бы про это говорила. А про то, что были какие-то, я не знаю, я не знаю, чего вы от меня хотите услышать, честно говоря, но мне кажется, что были какие-то совершенно гениальные прорывы, например, вот Давыдов и его школа, если касательно вот этой логики, да, но был ли он продолжателем, собственно, Выгодского или Леонтьева, я тут, честно говоря, просто не знаю. Вот Владимира Петровича Зинченко нет, он это все знал и мы много чего могли бы узнать наверное от него. Спасибо большое. Катерина Николаевна, мы вот уже, собственно, почти исчерпали наше время. Я, может быть, вот в заключении хотела бы поблагодарить Вас за то, что Вы сегодня вот рассказывали не про такой, да, классический, как бы уже несколько такой оледеневший, окаменевший конструкт, да, и понятие кризиса, а Вы рассказали про то, как можно посмотреть на него применительно, в частности, вот к ситуации современного детства, да, к ситуации школы, вообще к тому, как можно сегодня смотреть на все вот эти понятия. Я вот хотела, кстати, еще добавить, сейчас вот тоже ссылку в чат для тех, кому интересно. была очень интересная конференция в сентябре по Давыдову, и там была как раз секция про новую школу или школу будущего, много сейчас всяких этих модных названий, и была очень интересная такая вот статья как раз вот у Рубцова-Марголиса Громыка про школу как экосистему детско-взрослых сообществ, и вот на этой секции много было как бы вот аллюзий к этой статье, и очень интересно получилось. Это спасибо, потому что это, да, слово экосистема мне отзывается, и я думаю, что мне это будет очень интересно, я пропустила это. Да, я вот, она вышла в культурно-исторической психологии. я так догадалась, ага, где искать? Да, и вот, вы знаете, очень у многих вот вызвало отклик вот эта дискуссия, в частности, там было много педагогов, которые своими усилиями вообще в разных регионах пытаются что-то достаточно как бы так вот стихийно делать, и когда прозвучали вот эти слова и какие-то идеи, они сказали, так вот, это же вот прям теория под то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, мы начали сегодня очень интересный диалог, я приглашаю всех его продолжить, можно это сделать в нашей группе на фейсбуке, можно это сделать на нашем сайте, и конечно, мы обязательно будем продолжать это дальше на площадке нашего клуба дискуссионного. Катерина Калановна, огромное спасибо, спасибо всем участникам дискуссии, Николаю Николаевичу, Галине Анатольевне, Юрию Пахомову, всем, кто присылал вопросы в чат, пожалуйста, приходите на следующие встречи и присылайте ваши предложения, о каких еще понятиях мы можем дальше поговорить. Спасибо большое.